Великой Волги Великой Волги Не на пустом месте, естественно К неоднократному проводили фестивали Разного уровня, разного масштаба И в Самаре в том числе Песенный Я сам участник многих мероприятий Такого рода И все это как бы Сублимировалось, если можно так сказать Вот в идею вот этого фестиваля Песенного фестиваля народу в Поволжье. Причем мы, ну, я имею в виду, мы, это наш оргкомитет, Антон, это Юрий Денисов, это еще ряд людей, энтузиастов своего дела. Мы, в общем-то, решили совместить два жанра наиболее популярных, на мой взгляд, в народе. Это народная песня и авторская песня. И сюда же мы, к авторской песне, совокупили военную. Патриотическую. Все эти жанры достаточно, то есть деление на, вот, это как бы все условно понятно, но тем не менее, вот у нас номинация народная песня и номинация. То есть репертуар участников будет именно таким? Либо авторская, народная или патриотическая? Да, и это в полной мере отражает вообще творческий потенциал многих любителей песни. Антон, вы как директор много участников уже собрали? Участников много, участники, вы не поверите, еще собираются. У нас очень распространено вот это сарафанное радио, особенно в нашей артистической среде. И да, висит информация на сайте, да, она есть в соцсетях, но люди общаются между собой, вот эти вот самые музыканты, авторы, исполнители. И постоянно кто-то у нас появляется. Более ста заявок, более ста композиций было прислано в отборочный тур. И мы уже как бы вот все подвели, эти итоги уже собрали программу, но сейчас, вот скажу честно, еще есть, вот прям вот приходят заявки буквально вот в эти минуты. Вот сегодня с утра пришла... очень сложно отказать, потому что идея сама нашего фестиваля, не просто вот, много же есть фестивалей, приехали, заплатили, выступили, уехали с дипломом. У нас идея другая. Мы хотим создать площадку для творческого общения людей, которые, ну, наверняка не попадут на голос и не поедут в Москву на народный артист. Есть профессионалы, любители, или есть и те, есть профессионалы, есть любители. Те, кто пишет песни, те, кто любит песни, те, кто поет песни, ну, наш край этим. То есть, есть шанс и возможность продемонстрировать свои творческие способности и раскрыть себя. На большой сцене. Да, на большой, это очень важно для артиста. И очень говорящее, содержательное название. «Волга одна, песни разные». И мне кажется, вы здесь вот какие-то исследования тоже хотите провести, посмотреть, услышать, как люди поют не только вот из Самары, да, может быть, к нам кто-то приедет из соседних даже городов. Ну, вы знаете, здесь действительно название достаточно емкое. Вот. И понятно, что на берегах Волги и по всей Руси поют песни. Особенно на Волге. Особенно, да. Как на Волге не петь вообще? Вода шумит, жигули возвышаются, ветер, все, дождь, как не петь? Поэтому, и название, в общем-то, выбрано достаточно емко, это уже на наш взгляд. Вот. И, конечно, песни есть и роковые направления, и хип-хоп, и рэп, и джазовые композиции, и романсы, и так далее. Но начинать надо с чего-то. Понятно, что эти песни звучат, но мы начинаем вот именно с тех песен, которые заявили в своих номинациях. Люди хотят петь. Да, потому что, мне кажется, вот у народной песни нет выхода такого, выхода. Любят все слушать, где-то петь, там иногда, где-то. Но вот выхода на широкую, большую сцену... Вы знаете, не просто выхода. Люди иногда, может быть, и хотели бы, им... Они стесняются. У них нет возможности, может быть, даже таких банальных причин нужно учитывать как денег. Ведь за каждое участие в фестивале нужно платить. Понимаете? Мы постарались, чтобы вот этот фестиваль у нас был открытым, в буквальном смысле для каждого желающего. человека, который, ну, что-то может в микрофон спеть. Причем на сцене будут... А сопровождение музыкальное? Мы в этом году решили не усложнять, поскольку, во-первых, это и достаточно сложная процедура зачастую неподготовленному человеку прийти и исполнять песню под оркестр живой. Это сложно даже для профессионального исполнителя. нужны репетиции, нужны какие-то навыки работы с оркестром, с живыми музыкантами. Поэтому в этом году вот в совокупности этих причин нам не позволило выпустить на сцену музыкантов, которые бы аккомпанировали... Вот это очень важно, потому что народная песня... Да, народная песня с баян, пожалуйста, будет в сопровождении баяна. Но это нюансы, вопрос как... Понятно, что... А давайте определим дату, чтобы все знали, когда, куда идти. А то мы говорим про концепцию. Напомню. Итак, 4 и 5 сентября с 12 часов дня Летний театр Струковского сада. Вход абсолютно свободный, участие для зрителей, для артистов, для всех бесплатное. Мало того, зрители станут не только... Как-то они сами поучаствуют. Тут, да, и послушают это все. У нас есть партнеры, которые для зрителей готовят подарки, которые готовят сюрпризы. Будут интерактивные розыгрыши. Конечно же, очень большая творческая составляющая, чтобы это был не просто концерт, пришли, послушали. Вот сейчас не хватает за этим столом нашего третьего организатора, третьего главного организатора. Это народная артистка Самарской губернии Юль Денисова. Она сейчас творческий командировки в Китае находится сейчас, налаживает связи. Пропагандирует нашу песню. Вот под ее руководством будут проходить творческие мастер-классы. К нам едут наши земляки, которые сейчас работают в Москве. Это Алла Рид, участница голоса, вот три аккорда, артистка театра Градский холл. И это все будет 4-го? Она будет вести 4-го числа мастер-классы для всех желающих. Это за кулисами телепроектов, как готовиться к кастингам, будет рассказывать о своих успехах, потому что она уже там прошла, по-моему, все, что можно. Приезжает ведогог вокальной школы московской Ольга. Ольга. Ольга, да. Олейникова будет вести мастер-классы по раскрытию вокальных способностей. Ну, сама Юль Денисова, конечно же, тоже будет вести. А жюри, скажите, это же в виде конкурса или концертной программы? Да, есть, конечно же, разумеется, конкурсная часть. Вот жюри. Ну, жюри мы сформировали из известных наших самарских музыкантов, которые сами выступают и работают и преподают. В главе поставлен наш известный народный композит, народный артист России Марк Григорьевич Левиант. Он у нас председатель жюри. Ну, а в состав жюри вошли тоже достаточно известные артисты, музыканты. Это и Алла Чиванова, Институт культуры. Да, Институт культуры зав. кафедры звука. То есть будут распределяться? Да, Михаил Морозов, народный артист. Даже, по-моему, Юлия Денисова тоже. Юлия Денисова. Мы ее включили в начальной стадии в жюри, да, но поскольку схема изменилась немножко, мы ее привлекли еще в качестве художественного руководителя, да, нашли такой ипостась по ее, так сказать, интересам и возможностям. Вот, поэтому она у нас как бы в жюри, мы ее заявили в начале, но оставили ее, поскольку все возможно. А что еще мотивирует участников? Будут распределены места, да? А какие-то призы? Ну, конечно, да. Будут призы, будут призы от наших партнеров, но я не могу раскрывать все сейчас, но есть специальные призы, да, которые будут получать в номинациях в различных, победители получат лауреатские дипломы, получат... Да, потому что, конечно, мотивация важна. Вы сами как-то связаны с музыкой, Антон, в частности? Я связан с музыкой с точки зрения организации, я всю жизнь занимаюсь организацией массовых мероприятий, развлекательных, будь то концертная программа, будь то программы развлекательные, ну и, конечно же, вот такая фестивальная активность, которая в нашем городе сейчас очень хорошо развивается. Да. Многие задавали вопрос, есть ли жизнь после чемпионата? Есть она. Посмотрите, что происходит. Летом доказательства, очень много мероприятий под открытым небом, и вы тоже. Очень приятно, да, что этих мероприятий становится больше, и люди уже приезжая в Самару, вот еще одна задача нашего фестиваля, это развитие событийного туризма в Самарской области, потому что, понятно, мы можем показывать там бункер Сталина, Жигулевский пивзавод, и это уникальные объекты туристической инфраструктуры, но люди, когда приезжают к нам в город, и оказывается, что у нас сегодня фестиваль цветов, завтра у нас ночь кино, послезавтра у нас фестиваль музыкальный, наш город так удачно расположен на Волге, в среднем по Волжье, тут тебе и пляжи, тут тебе и концертные площадки, которые находятся в непосредственной близости, вот Струковский сад, почему Струковский сад, Ну, вы знаете, были всевозможные варианты организации выбора места, в общем-то, везде нам рады, но был выбран именно Струковский парк, потому что Струковский сад, поскольку после реконструкции, которая была проведена перед чемпионатом мира по футболу, он, в общем-то, преобразился, и стал действительно доступным, и стал действительно знаковым местом, каким он и был раньше, Струковский парк, в нем еще гуляли первые самарцы, те, которые в длинных платьях и в камзолах, они же там прогуливались, там было все, там оркестры гремели, духовые, там еще был цирк, шапито, помните, если не так. Первое исполнение на сухах Манчжурии. Поэтому, да, благодаря, опять же, нельзя не сказать все-таки доброе слово и в адрес областной администрации, правительства, и городской, тем более, которые возродили этот парк для самарцев. Да, и главное, чтобы сейчас в нем была жизнь. И чтобы он был на полку вот этими и стимуляциями. Да, именно этим он и привлек нас. Понятно, что, помимо того, что это центральная часть города, помимо того, что не все вот так вот могут наблюдать просто так, повернул голову налево или направо, а там Волга, речка течет. На всякий случай. Главное, чтобы еще погода хорошая была. Вы знаете, это не пугает. Как говорится, матч состоится при любой погоде, вот, поскольку, во-первых, он реконструирован, этот летний театр. Там прекрасная сейчас сцена, даже гримерки восстанавливаются и, возможно, будут уже восстановлены вот к сентябрю. И, более того, крыша, ну, в общем, все, что можно с этим летним театром сделали таким, чтобы он превратился в аналог какого-нибудь театра. Юрмали. Да, конечно, Сочи, Юрмал, Самара. Вот это будет того уровня города и того уровня развлечения. Вот как хорошо, что вы к этому стремитесь. Аркадий, ну, судя по вашему поставленному голосу, вам исполнительское искусство не чуждо, а вы не выйдете на сцену случайно на фестиваль? Есть у вас такая задумка? Да, вам не показалось. Голос у меня не очень-то, может, и поставленный, но на сцене... Но вы поете. Иногда я выхожу, я еще сам, да, и пишу, и рисую. Я просто хочу сказать, что в заключительном концерте, который состоит с 5-го числа, уже мы, как можно, забегаем вперед, но тем не менее, вот на сцену выйдут, как и победители вот этого отборочного двухдневного состязания, если можно так сказать, участников, и выйдут и гости фестиваля, которые покажут, что на что они способны. То есть, это известные артисты Самары, все известные. Тут даже перечислять не стоит, каждое имя может собрать, каждый артист имеет имя и может собрать в зал. Ну, почему не стоит? Приятно сказать. Конечно, нет, но можно приходить. Самарские узоры. Это и инструментальные композиции Олега Переславцева, это и степ-аккорд танцевальный Владимира Самаркина, это и Аил Морозов, это Юлия Денисова. Наши гости. Вот наши гости из Москвы, Олейникова, Оля Ивановича. Да, то есть, они будут выходить и, безусловно, у нас из Словении девушка приехала, вот у нас из Саратова гости, у нас из Питера приедут несколько исполнителей, московские, из Твери. То есть, понятно, что их пока немного, потому что мы как-то не можем в два дня и в один заключительный концерт вместить всех желающих. Антон сказал, что там больше ста, у нас больше трехсот песен, это же исполнители больше ста зарегистрированы. А прослушать и отобрать надо было из трехсот, там больше. Вот там у меня на двух листах. Знаете, да, понятно. Меня заинтересовала номинация патриотической песни. Что сегодня представляет из себя патриотической песни? Потому что, ну, не секрет, что отношение к патриотизму тоже у нас разное, да? И вот хотелось бы просто узнать, вот что сегодня такое патриотическая песня? Я вам, мое мнение, что патриотизм это не только бить себя в грудь и кричать о великой России, что это безусловно. У нас мы должны воспитывать и делать посыл зрительный зал и слушателям, артистам, я имею ввиду, выходящие на сцену. Есть такое понятие, как малая родина, малый патриотизм, с которого, собственно говоря, начинается этот великий, может быть, патриотизм, о котором мы говорим и с экранов телевизора. Это же многие говорят даже не столько с малой родины, сколько уже с семьи он начинается. Ну, конечно, а в Самаре мы и должны, в общем-то, ведь это как бумеранг, то есть идет, он возвращается, он, этот вот посыл, вышел человек, поет о Самарской земле, о Волге, о Средней Волге, о друзьях. Вы понимаете, в этом, да, конечно, здесь присутствует и военная тематика, безусловно, потому что, ну, без военных, без военной тематики, без проявления наиболее такого... В высшей степени потребительства, можно сказать, наивысших таких проявлений, конечно, это, конечно, фронтовые военные песни будут, вот, тоже написанные, кстати, после войны нашими современниками. Они будут звучать, в частности, выйдет Юрий Самарский, который исполнит песню, он заявил ее, «Девятая рота». Хорошая песня, которую нужно слушать и слышать, понимаете. Понятно, что у нас очень много песен на эту тему, и тем более, в преддверии 75-летия, великий праздник, который нас ожидает уже в следующем году, эту тему мы не могли обойти, поэтому в патриотическую тематику, видимо, включаются песни. Ну, когда соединяются вот такие элементы, народная, авторская, и патриотическая, мне кажется, это даже эксперимент в этом есть какой-то, потому что вот народную музыку слушает одна категория, авторскую, барды, бардовскую песню, тоже как-то люди уже, которые приобщились, патриотическую, тоже своя аудитория, а когда вы объединяете, здесь вот, и плюс-то в том преимущество, что можно и то, и то, и то, и все это вот составит полное впечатление. Я хотел отметить, что мы помимо вот этих разных жанров, которые, тем не менее, они очень близки друг к другу, потому что народная песня тоже имеет какого-то автора в конечном итоге, понимаете, вот, вот, «Калинка-малинка», народная песня, ну, вот автор, А есть автор, понимаете, он еще жив, здоров, просто хочется сказать, что эти темы, они действительно очень близки. Ну, выходит автор и поет то, что его душа видит, то, что она чувствует. Ну, как он, конечно, он поет и о том, и это и народные какие-то мелодики у него в голосе. Понятно, есть жанры, о которых я тут могу сказать, есть жанры, которые, конечно, отличаются. Это ритмические, там, блюзы, R&B, рок-н-ролл. Это музыка, которая тоже сейчас имеет свое право у нас в России на жизнь и прекрасные есть примеры этой музыки. Я самую люблю и пишу иногда в этом стиле. Я просто хочу сказать, что все равно мы должны помнить корни свои. Понимаете? В этом и заключается вот тот вопрос, о котором мы хотим ответить. Это тот самый патриотизм. Давайте петь русские песни, ведь мелодика русских песен, опера непревзойденная Бородина, Чайковского, но это такая музыка и такие либретто, слова, которые хочется слушать, смотреть. Понимаете? А вашу песню «Люблю» вы бы ее к какой категории отнесли? К авторской, патриотической или к народной? Люблю. Я так понимаю, что вы видели клип на эту песню. Да, и мы сейчас посмотрим его тоже вместе со зрителями. Просто хотелось бы услышать ваше определение. Вы говорите, что все взаимосвязано, и у каждой песни, и у народной есть свой автор. А у вас вот эту песню «Люблю»? Моя песня, да, не очень готов говорить о своем сейчас, но песня была написана два года назад, и, в общем-то, она не предполагала в начальном своем варианте песню вот о той тематике, той сценарии, который был предложен для клипа. То есть песня была просто «Люблю». Просто «Люблю», просто некий порыв любви, да, между мужчиной и женщиной. Это ее видение «Люблю», и его видение «Люблю». Ну, давайте посмотрим, а потом продолжим разговоры. Давайте. «Люблю». Я в дороге к тебе скоро буду встречать, послезавтра к среде привезу тебе май, «Люблю». И наступит наш век, хрустнет утренний лед, и весь белый, как снег, прилетит самолет. «Люблю». «Люблю». «Люблю», 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 «Люблю». «Люблю». Возвращемся из снов, здесь тепло моих рук, только наша любовь. После долгих разлук, нежных слов, звездопад, вкус зажженных свечей, ночью, днем снегопад, приезжай поскорей. «Люблю», «Люблю». Люблю И откроется дверь в удивительный дом Где играет свереть, где мы только вдвоем Здесь живая вода, здесь мечты оживут И наступит среда в ноль часов, ноль минут Люблю Люблю Когда я набирал кой номер Мне казалось, что я открываю волшебную дверь сказочной страны И сейчас произойдет чудо Я так ждала твоих звонков Ты говорил, а я слушала, слушала Я была готова слушать твой голос посконечно А мне казалось, что ты меня не слышишь И я постоянно кричал в трубку Алло, алло, почему ты молчишь? Где ты? Как я тебя ждала Я скучал без тебя Я люблю тебя Я люблю тебя Ну, замечательный клип. Теперь, наверное, перейдем к народной. Потому что вот если вот посмотреть по составляющим, да, народная, авторская и патриотическая, вот сколько там процентов каждого? Это делится на 50, по 50 процентов таким образом, что 4 числа после торжественного открытия у нас номинация «Народная песня». То есть и с часу дня у нас идет вот конкурсная программа, после чего она заканчивается в районе 16-17 часов. Ну, мы пишем 16 и начинают творческие мастер-классы. 5-го числа, начиная с 12 часов, идет большой отборочный тур авторской патриотической песни. Ну, здесь авторская не предполагает бардовскую песню. Мы не дублируем грушинские фестивали, не пытаемся как бы его вывести с поляны в город. Авторская песня предполагает автора, который приезжает, там многие знают, Евгений Разин поет. Он пишет свои песни и поет в разных жанрах. И вот такие авторы приедут у нас 5-го числа. Они приезжают из разных городов. Это, как Аркадий сказал, это и Тверь, и Санкт-Петербург, и Саратов. Это наших много земляков. Это Итальяк. Да, Москва. То есть приедут те люди, которые сами пишут песни, которые сами исполняют эти песни. А вот скажите, пожалуйста, по количеству участников, каких больше, кто представляет народную или авторскую? Ну, мы постарались, чтобы одинаково. Даже вот из заявок. Я вам могу сказать, вот передо мной список, случайно я просто-то, в мере тела, просматривал перед эфиром как раз кто чего. Дело в том, что в народной номинации на сцену будут выходить, как правило, группы исполнителей. То есть коллективы. Как правило, народная песня, она предполагает немножко распевность, многоголосие зачастую и так далее. Поэтому количество номеров, не участников, а номеров, немножко меньше. Где-то в пределах мы 20 номеров. Но, если учесть, что это будут по две песни, если учесть, что каждая песня предполагает участников, два, три, до 15 есть коллективы, то понятно, что это определенная сложность их прослушать, вывести на сцену. После этого они должны сойти. То есть чисто такой технический вопрос, который мы должны были учитывать. Поэтому первоначальные наши планы по 30 участников и в той, и в этой номинации как-то мы подкорректировали. Ну, как говорится, сами сочинили, сами можем, да, кто же нам теперь может. Поэтому в этом плане, при том мы учли, что на сцену в народной номинации будут выходить люди не самого молодого возраста, есть люди, которым далеко за пенсионный возраст, они в составе многих коллективов приезжают, специально выделяются местными администрациями им транспорт, автобусы. Более того, у нас несколько участников слабовидящих, которые представлены на нашем фестивале, их тоже надо, то есть по времени, то есть опять возвращаясь к тому, что поэтому мы как-то приняли решение, не торопясь, чтобы люди не торопились, выдавайте за вами еще там 25 участников. Но организовать уже, основательно, хорошо удобно для всех. Да, мы сделали, чтобы чуть-чуть меньше номеров, но чтобы это было тоже динамично, интересно и не так утомительно и волнительно для самих участников, которые будут выходить. Как вам кажется, есть будущее у этого фестиваля и от чего оно зависит, самое главное? Потому что здесь вот будет такая премьера. Очень надеемся, что будущее есть и верим в это, потому что нас поддерживают. Ну, самарская земля, она славна вот этими купеческими традициями, меценатскими традициями. Но пока не очень. Ну, уже слава Богу, что это есть. Нужно продемонстрировать сначала, чтобы показать на что. Да, конечно, конечно, товары лицу надо показать, на что мы способны. Ну, мы хотели бы, конечно, этот фестиваль сделать постоянным, чтобы вот это вот ощущение лета продлевалось на, вот вроде уже сентябрь, вроде уже осень, а тут в Струковском саду праздник, праздник, праздник продолжается. Праздник, праздник, да. И вот не забывайте еще про Волгу, да, что вот она ключевое все-таки слово, Волга. Она объединяет нас, Волга, по Волжье. Это в этом созвучии вообще музыка и притягательность, и предложение дружить и петь. Исторически очень много национальностей живет. Живет и жила на Волге, у нас приезжают мордовские коллективы из Чувашии. Здесь можно популяризировать свое тение, да, народное. Очень много идей, содержания в этом фестивале. И я желаю, чтобы он был воспринят и горожанами, и гостями, и чтобы все у вас получилось и получило свое развитие в дальнейшем. Потому что людям это нужно, и мы все это прекрасно понимаем. И как хорошо, что вы не только понимаете это, но и что-то еще для этого делаете. Спасибо еще раз. Спасибо и вам за внимание. 4-5 сентября приходите, послушайте прекрасные песни наших земляков. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok